Доброе утро, страна, люди, в ней живущие в целом мир, страны. Всем привет, всем доброе утро. Продолжаем наш разговор, жду ваших глазок, жду вас в эфире. Сегодня мы продолжаем работать над составлением финансовых карт и финансовых блоков. Сегодня мы продолжаем двигаться в рамках нашего исследовательского марафона, частично повторенного, сильно измененного, потому что неинтересно ждать два раза одни и те же задания. Ну, мне, во всяком случае, неинтересно, если прям вот просто повторяться. Поэтому в рамках, так, вижу, вы присоединяетесь в рамках марафона, составления карты финансовых блоков, который, в принципе, построен на схеме игры «Кесса в грани денег». Привет, Уреля, рада тебя видеть. Продолжаем двигаться. Сегодня доброе утро. Сегодня мы будем с вами говорить про качели, про такое достаточно часто встречающееся явление, на самом деле не только связанное с деньгами, но с деньгами оно очень сильно и очень ярко наблюдается. Сегодня мы с вами будем говорить про финансовые качели. Финансовые качели, которые из серии «Ту густо, ту пусто». Да, я думаю, что многим из вас это явление известно. Многие из вас в это явление попадали. Я сегодня буду рассказывать, что это за явление. Даже не как оно формируется, а скорее, как оно проявляется, что с этим можно сделать. Доброе утро, вижу вас, вижу, что вы присоединяетесь, рада вас видеть. Для тех, кто смотрит меня в первый раз или просто забыл, представлюсь, зовут меня Светлана Горбач, я психолог на всю голову, я бизнес-психолог, я помогаю народу поднимать свою самооценку и уровень благосостояния, уровень дохода. Окей, финансовые качели. Финансовые качели, поскольку деньги не про деньги, то в принципе в деньгах вы это видите как последствия. В жизни мы сегодня поисследуем, что это такое, откуда оно появляется, с чем его можно съесть. Это когда у вас какой-то месяц, например, вот такой доход, оно часто не в диапазоне месяца, но, например, то вот прям денег, ну, прям хорошо, знатненько, то вообще, чуть не загнало со сленгом, то вообще прям пустой кошелек, считаем копейки, влазим в долги. И это повторяется из раза в раз. То денег много, то денег вообще нет. Тяжело рассчитать, да, тяжело предположить, что будет в следующем месяце, либо в следующем году. Чаще такая история происходит не в рамках месяца, а в рамках хотя бы года, когда там, ну, многие это списывают, например, на сезонность работы, да, а многие это списывают на не совсем сезонность работы, либо сезонность товара и услуги, которые предлагаются, списывают, например, ну, вот летом я более активный, а зимой у меня не хватает сил, да, летом я более, там, или наоборот, зимой у меня больше сил, потому что я не люблю жару, а летом я, у меня больше свар. То есть чаще всего вот такие вот процессы, они наблюдаются не в рамках одного месяца, а в рамках каких-то периодов жизни, либо там в рамках года, либо в рамках несколько лет, да, когда какой-то период идет финансово серьезный подъем, там деньги есть, все круто, все зашибись, все здорово, и потом идет резкий спад. И вот так вот, из раза в раз, я когда-то про эту историю уже, по-моему, рассказывала, сегодня я хочу немножечко углубить, поскольку то, что вы наблюдаете в деньгах, это на самом деле является следствием многих других проявлений качели. Например, хочу работать, не хочу работать, да, есть мотивация двигаться, нет мотивации двигаться, есть мотивация достигать цели, нет мотивации достигать цели, четко понимаю, что я хочу, вообще непонятно, в какую сторону жить, умею ставить, ставлю цели, не могу понять, либо что я хочу, либо самое важное, для чего я это хочу. Да, вот такие вот явления и приводят как следствие вот этим вот финансовым качелям. Есть два, две таких функции в нашей психике, какие-то не совсем прям функции, два таких механизма, вот правильное слово, два таких механизма в нашей психике, которые называются дуальность и ассоциации. По сути, сама по себе дуальность, дуальность и ассоциация, это уже дуальность, да. Сейчас объясню, про что это. Ассоциации – это такая нейрологическая склейка двух совершенно, ну, двух аллогичных, вроде бы не связанных состояний, но именно у этого человека эти состояния склеены. Это ассоциация. Еще раз, а сейчас мы понаходим ваши ассоциации частично. Ассоциация, да, это нейрологическая, в рамках, мы сейчас говорим, в рамках вот той темы, в которой мы работаем, в рамках финансовых блоков, да. Потому что, в принципе, ассоциативный ряд, ассоциация – это когда вы что-то говорите, и у вас склеено, да, и у вас есть, ну, что с этим связано. Например, если я вам скажу слово «зима», кто-то вспомнит Новый год, кто-то вспомнит снег, кто-то вспомнит теплые куртки, кто-то вспомнит болото и слякоть, кто-то вспомнит дожди, в зависимости от того, в каком географическом поясе вы находитесь, да. Это ассоциация в рамках, то есть некий набор связанных понятий. В рамках той темы, которую мы следуем, это такая, ну, и ассоциации, которые останавливают, мы же про блоки говорим сейчас, да, то это такая вот нейрологическая склейка двух нелогичных состояний. Но для этого, для конкретного человека, у которого эта ассоциация есть, это равенство, это тождество. Например, напишите, пожалуйста, подумайте, напишите, ну, либо продолжите фразу одним словом. Деньги – это. Деньги – это. Что для вас деньги? Мы сейчас получите первые, ну, прямые ассоциации. В финансовом консекте ассоциации бывают прямые, либо прямые, либо косвенные. Прямые – это вот когда в ассоциации, да, в ассоциации участвует слово «деньги», но если мы говорим про деньги. Деньги – это, например, жду ваших ответов, что ж такое деньги для вас, да, несколько прямых ассоциаций. Косвенная ассоциация – это когда в ассоциации «деньги» не участвуют, слово «деньги» не участвуют. Ассоциация, на первый взгляд, вообще не связана с деньгами, но она косвенно на уровень доходов влияет. Отлично! Деньги – это возможности, пишет Аурелия и Лолита. Деньги – это комфорт. Женечка, привет! Для меня тоже деньги – это комфорт. А теперь внимание! Вот если напишите дальше, будем дальше. Так, деньги – свобода, супер! Отлично! Деньги равно свобода, деньги равно комфорт, деньги равно свобода, успех, счастье, энергия, признание. Угу, супер! Сколько прямых ассоциаций. А теперь внимание! Посмотрите, пожалуйста, на вторую часть. Благополучие. Угу, вот благополучие тут прям я бы… Ну, хорошо, пусть деньги… В вашем конкретном случае деньги – это благополучие. Отлично! Окей! Опять же, это субъективные, да, у каждого свои… Это субъективные истории. А теперь посмотрите, пожалуйста, в рамках вот того, что вы написали. А чем страшны для вас возможности? А чем страшна для вас свобода? А чем страшен успех? А что такого плохого в счастье? Угу. А что ужасного в комфорте? Да? А почему… ну, что плохого в благополучии? Ответ «ничего» не принимается. Это тот теневой аспект этого понятия, на который вы обычно не смотрели. Да? То есть на осознанном уровне вы тянетесь к комфорту, благополучию, свободе, успех, счастье. Это я подглядываю, да? Успех, счастье, свобода. Вот мне тут пишут в Инстаграм. А где-то в вытесненном немножечко именно вот это является той причиной, из-за которой человек отодвигает себя от денег. Сейчас приведу пример, конкретно мой. Я о нем когда-то писала. Нет, Женя, не страх не получить комфорт. Что будет плохого, когда у тебя комфорт будет? Не страх не получить комфорт. Нет. Давай, про комфорт приведу свой пример. У тебя он может быть другой, надо поискать. Комфорт, это у меня, как моя история, для меня деньги комфорт. Для меня деньги были комфорт, есть комфорт, да? Один из, то, чем являются для меня деньги. И очень долго у меня был определенный затык на определенном уровне моего комфорта и моего финансового дохода. Я уже была в теме денег, уже была в теме денег на том моменте, не первый день, и даже, по-моему, не первый год. Но была какая-то планка, которую я не могла пробить. И много еще делала, много что исследовала. Ну, когда я говорю про деньги, я это все на себе испытала. Потом уже на своих клиентах, вначале точно на себе. И через какое-то время я, нарвавшись на то, что, ну да, деньги для меня комфорт, в работе вспомнила о том, что мое стремление к комфорту было очень сильно порицаемо у меня, ну, в моей детской семье, да, моей мамой. Когда она наблюдала хотя бы малейшие мои, ну, даже не о поползновении к комфорту, она говорила «барская морда», да, или «ты хочешь царствовать и барствовать». И это было, это говорилось, ну, я такую интонацию даже, ну, то есть могу сыграть, да, но это мне надо подготовиться, чтобы повторить степень уничижения, вот в этом ты хочешь царствовать и барствовать. И взял время проработать, разъединить мое желание царствовать и барствовать, присвоить его себе и согласиться с тем, что да, хочу, имею право, и я в этом окей. Долгое время для меня царствовать и барствовать, позволить себе тот уровень комфорта, который я действительно хочу, это было, ну, пойти в мамин осуждение, лишиться маминого одобрения, вне зависимости от того, жива мама или нет. На тот момент, когда я с этим столкнулась, мама уже была не жива. Средства для реализации своих желаний, да, Наталья, привет. Да, и вопрос тогда в том, какие именно желания опасно, либо нежелательно, извини за тавтологию, реализовывать. Какие именно желания, какие именно вторичные выгоды включаются для того, чтобы эти желания какие-то конкретные не реализовывать. Так, страх, комфорт, уютная зона комфорта, с которой тяжело выйти. Страх свободы, ее могут отнять или, да, для многих, абсолютно верно, для многих свобода это опасность, между прочим, если так поисследовать, тоже часто из детства взяты. Страх счастья, его можно потерять или счастье изменится, тоже, да. Наверное, больше отдавать придется. Возможно, да, то есть здесь, люди, здесь у каждого, у каждого свое что-то, что стоит за этим. Но вот эта ассоциация, она включает возможность, да, вот эти вот ассоциации, они могут включать механизм дуальности. Иногда дуальность существует сама по себе, сейчас мы пойдем в что такое дуальность. Иногда дуальность запускает ассоциация. Сейчас мы еще, да, давайте пару примеров, что такое косвенная дуальность, что такое косвенная ассоциация, потом пойдем в дуальности. Вот то, что мы сейчас быстренько понаходили, да, это прямые дуальности, они, прямые ассоциации. Ой, я начала путаться в словах. Это прямые ассоциации, то есть когда деньги равно что-то, и тогда имеет смысл, вот если вы понаходили это, имеет смысл смотреть не про то, что у меня здесь с деньгами, а про то, что у меня со второй частью ассоциации. Потому что вопросы со второй частью ассоциации ограничивают вас деньгами. Вы как бы защищаете себя от получения комфорта, от получения свободы, от получения счастья, от получения успеха. Это знаете, как деньги становятся тумблером, да, таким включателем-выключателем для получения вот этой второй части ассоциации. Да, для получения счастья, комфорта, успеха и так далее. Да, вот пишет Наталья, много желать плохо, отлично, надо быть скромнее, ну, конечно, не высовываться. Голос мамы в ушах, конечно, да. Любой внутренний голос когда-то был внешним. Абсолютно верно. И в таковых прямых ассоциациях деньги это такой переключатель, знаете, тумблер для ее второй части. Больше денег, больше свободы. А свобода это опасность. Выключаем свободу путем отключения денег, да, уменьшения денежного потока. Больше денег, больше комфорта. А комфорт это мама же мне сейчас, да, я же тогда, ну, нелюбимая дочка. Выключаем поток, отключаем комфорт, да, идем героически сражаться с жизнью, со сложностями жизни, экономить, значит, там, как-то ужиматься. И быть хорошей девочкой, которая вот живет скромно, посредством, значит, и откладывает на черный день. Ну, и на черный день откладывать в таких случаях становится достаточно сложно, потому что черные дни становятся, ну, все дни становятся черные постепенно. Окей, двигаемся дальше. Это были прямые ассоциации, да. Соответственно, если разрешить себе комфорт, в моем случае это был комфорт, да, ваш, не только комфорт, это один из ярких примеров, да. На момент, когда я разрешила себе комфорт, проработала эту историю, ну, я пробила ту планку и пошла дальше. Сейчас у меня вопрос разрешить себе комфорт нового уровня, другого уровня. Ну, косвенная ассоциация. Косвенная ассоциация – это когда ассоциация, казалось бы, вообще непонятно, каким макаром связана с деньгом. Вот прям вообще, да. Но косвенно они оказывают влияние на уровень дохода. Например, один из моих любимых примеров – это, ну, кейс, это работа с одной из клиентов, с ее разрешением. Ассоциация «Игра равно глупость». Когда мы вышли на эту ассоциацию в работе, я тихо чесала затылочную кость и пыталась, я пыталась понять. Потому что мне показалось, что мы куда-то не туда вышли, что где-то я ошиблась в работе, что я где-то неправильно там, ну, не ту ниточку почувствовала, либо, может, правда, не ту карту человек взял, либо, ну, как-то вот для меня озадачилась и спросила, говорю, а ты вообще знаешь, вот это вот про что для тебя? Что-то же, я же тоже включена, мне же интересно. Она говорит, я говорю, ну, это вот, как-то для тебя про деньги, да, и на что мне она ответила, да, вообще напрямую. Я получала всегда деньги, когда играла, когда, ну, там, организовывала, когда делала того, что, когда делала то, что, ну, то, что мне нравилось, то, что мне было интересно. Да, когда я играла, там, организовывала, эта девочка организовывала семинары Оша, какие-то динамические медитации. Это было хобби, это было круто, но денег тогда было, ну, это хобби приносило валом денег. Но я же серьезная дама, я же серьезная взрослая женщина, женщине 56 лет, восхитительная совершенно женщина, если бы она мне не сказала, что ей 56 лет, я бы долго гадала, да, и она, значит, вот этими всеми игрушками как-то так подзавязала, работает на серьезной работе, имеет серьезные задачи и финансовые ограничения, да, и вот это вот ее игра равно глупость, да, как бы играть глупо, поэтому игру мы прекращаем, идем заниматься серьезными какими-то вещами, которые денег не приносят, да, это ассоциация косвенная, она не имеет прямой, да, прямой связи с деньгами, но косвенно она оказывает серьезное влияние на это. Как понаходить вот такие вот косвенные ассоциации? Их можно искать через карты. В работе я часто ищу через карты, в кессах мы часто ищем самую такую глубокую ассоциацию через карты. Я здесь сейчас не буду, потому что у них несколько карт, не буду сейчас включать карты, хотя бы потому, что далеко не все те карты, которые я только вчера поотдавала, далеко не все прорабатывают, ну, и я там делилась, да, о том, что я даю карту, мне спрашивают, что оно значит? Да и не знаю, что оно значит, вообще не знаю, что оно для вас значит. Поэтому я вам предложу другое упражнение. Ух ты, время. Попробуйте вспомнить те ощущения, то есть смотрите, давайте, нет, еще раз по примеру. Игра равно глупость, косвенная ассоциация. Удовольствие равно стыд, косвенная ассоциация. Предположите, почему, как это влияет на деньги. Я об этом, этот пример тоже часто привожу к примеру. Одиночество равно страх. Расшифруем. Одиночество равно страх, косвенная ассоциация игра, имеющая влияние на деньги, когда есть идея, что чем больше у человека денег, тем он более одинокий. Сейчас не повылетали все такие яркие ассоциации, часто встречающиеся ассоциации. Только прямые ассоциации почему-то идут в голову. Сделайте простое упражнение. Посмотрите и среди ваших знакомых яркого, состоятельного. Давайте так, не будем там говорить про олигархов, хотя олигарх в этом контексте очень хороший для упражнения. Выбрать любимого олигарха. Что значит любимого олигарха? Выбрать, поисследовать олигарха вашей страны, выбрать, кто вам наиболее симпатичен, чья биография наиболее симпатична. Выбрать любимого олигарха или выбрать нелюбимого олигарха. Немножечко поисследовать и задать себе вопрос, почему я не хочу быть таким, как он. Поэтому вы найдете массу ассоциаций, которые вас будут останавливать от денег. Они будут косвенные. Почему я не хочу быть таким, как он? В прошлом, по-моему, в прошлом, либо в позапрошлом эфире я вам давала упражнение выбрать любимого олигарха, ну, я называю любимого олигарха, да, выбрать любимого олигарха и делать в практике благодарности за то, что человек есть, за то, что это проявление связи с деньгами, связи с финансовым эгрегором. Попробуйте поисследовать сейчас, почему я не хочу быть таким, как он. Вы найдете много интересного, что вас будет останавливать, да, например, занятость равно разрушенная семья, например, упс, мне тут кто-то пытался прям в эфир звонить, это, конечно, рисковое дело, ну да ладно. Угу, и по-моему, перезагрузился кто-то тут, кто-то тут со мной загадочный прощается, я еще даже не очень здоровалась. Так, не все деньги приходят к олигарху честным путем. Окей, и тогда какая-то, ну, мы сейчас вернемся опять к прямым ассоциациям, но, с другой стороны, даже если вы прямые ассоциации поотрабатываете, то это уже, это уже даст потрясающий прорыв. Угу, не все деньги приходят к олигарху, я не знаю, почему не все, но да ладно. Поисследуйте, да, и тогда что равно чему? Тогда, возможно, вылетает, отвлеклась, вылетают слова из головы. Тогда, возможно, деньги равно не хитрость, а какое-то слово, вот это вот нечестным путем. Хитрость равно подлость, да, или успех равно подлость, или богатство равно грязь. Ну вот это вот поисследуйте, да, не хочу сейчас, не хочу сейчас много времени эфира занимать, потому что хочу еще поговорить про дуальность. Дуальность. Ассоциации часто, не всегда ассоциации запускают дуальность, но достаточно часто ассоциации запускают дуальность. Дуальность, как в противоположность от ассоциации, да, обман. Хорошо. Деньги равно все вокруг завидуют и нападают. Угу. Деньги равно все вокруг завидуют и нападают. Тоже как вариант. Второй момент. Поисследуйте. Что такое дуальность? Дуальность, когда либо одно, либо другое. Если в ассоциациях это слитая история, то в дуальностях, в противоположности, либо одно, либо другое. Это то, к чему приводят ассоциации. Либо есть деньги, либо нет. Хочу, 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 денег увеличиваю, увеличиваю доход, дохожу до какого-то пика, тут начинает расти комфорт. Комфорт страшно, вырубаем деньги, опустились, вернулись там, где денег нет. Опять, ну денег же хочу, 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 поднимается, вырубаем, опустились. И в результате ассоциация, как механизм запуска дуальности, в результате вы получаете вот эту историю, когда есть, нету, есть, нету, есть, нету, есть, нету, блин. Вот это я выразила. Ну да ладно. О, это мое любимое, я слышу, слушаю, я. Ага. Дальше. В дуальностях, в дуальностях есть огромное количество дуальностей, которые приводят к вот этим вот внешним качелям. Я о них только сегодня говорила. Вам предложу тоже, вот второе упражнение, сделать. Здесь я в свое время насчитывала около трехсот, если не больше, дуальностей, которые мешают выйти на стабильно растущий доход. На стабильный доход, да. Около трехсот дуальностей, прямых либо косвенных. Есть деньги, нет денег, хочу достигать цели, не хочу достигать цели. Рьяно бросаюсь в бой, лежу в депрессии на диване. Хочу заниматься любимым делом, не хочу делать работу, не хочу делать работу. Мотивирован, не мотивирован, знаю, что хочу, не знаю, что хочу, понимаю, что делать, не понимаю, что делать и так далее. Их много, да. А задача здесь. У меня, честно говоря, уже не первый раз приходит, решение, по-моему, писала. Идея сделать маленький курс. Я же люблю вписывать невпихуемое, в смысле, впихивать невпихуемое, как повпихивала в кэсов. И в этот раз буду опять ее допихивать и не видоизменять, а есть там пару дополнительных заданий, которых еще не было в прошлых потоках, которые в этом потоке хочу добавить. Но была мысль сделать отдельно маленький-маленький, там, такой, не знаю, мастер-класс, курс по дуальностям, для того, чтобы проработать. Представьте себе, сам механизм дуальности, это когда механизм нашей психики, когда не... Ой, где мое любимое определение дуальности? Когда невозможно удержаться в каком-то из... в каком-то из состояний. И это механизм, перебрасывающий человека из одного состояния в другое. Я люблю пример дуальности приводить на отношениях, когда человек находится без отношений, ему просто это ярче, ярче отслеживает механизм. Человек находится без отношений, ему очень хочется отношений, у него есть друзья, у него либо у нее, я не знаю, друзья, поездки, отдых, не знаю, там, пиво по воскресеньям или по субботам, мне суть важно. Но очень хочется тепла и отношений. И вот человек идет в отношения. Появляется тепло, забота, я говорю при случае наличия этой дуальности. Появляется тепло, любовь, забота, и первое время счастья, и хорошо, и все здорово, и круто, и замечательно, а потом начинаешь... А хочется там к друзьям, а хочется к... не знаю, там на пиво. И эти отношения как-то... и начинаешь... как-то уже... ну, устают, и начинаешь думать о том, что... ой, вот сейчас бы... а вот не было бы, и начинаешь скучать за тем периодом, когда отношений не было. Вылетаешь в состояние, постепенно отношения разрушаются, человек идет в состояние, где отношений не было. И первое время все хорошо, и здорово, и круто, и все даже где-то замечательно. Но постепенно свобода начинает уставать, надоедать, и начинает хотеться опять в отношения. И это в проекции лет, да, такая вот история. Просто на вот этом хочется, не хочется, проще отследить. На деньгах мы проще видим эффект, а на примере отношений проще видим, как это, в принципе, проявляется. И как это, в принципе, происходит. Дальше. Выпишите, да, все, что вам кажется, связано, все дуальности, которые вам кажутся, связаны с деньгами. Вот честно, если будет, не знаю, в личках, либо в комментариях запрос сделать один большой мастер-класс, либо один маленький курс по проработе всех дуальностей, то я это сделаю. Ну, то есть мысль такая есть, но я пока не до конца понимаю, насколько это надо, чтобы не заходить там вот во весь проект. Не знаю, я подумаю. И можно сделать одно упражнение. То есть вы делаете, выписываете, да, хочу цель, не хочу цель, боюсь, что деньги, боюсь, что деньги закончатся. Не боюсь, что деньги закончатся. Спокойно отношу, экономлю, сливаю все. У меня когда-то такая история была, экономлю, 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 давно уже было, но было. Экономлю, 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 потом такая, да ну нафиг, фух, и слила, пока не нашла в себе эту историю. И вот эти дуальности, вот эти дуальности, они, ну как бы бессознательно кидают из крайности в крайность. Нет денег, страшно, 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 потом такая, да, да, и вот выйти из вот этого страшно-страшно, либо потом кинуться в слив, чтобы уже точно до нуля делать вот такую вот кашу. Когда дуальность проработана, когда дуальности как таковой, ну нет, человек сам может выбирать, в каком из полюсов находиться, либо выбрать нечто среднее и удерживать это среднее. Да, то есть, например, если мы говорим про, ну как вариант для отношений, человек сам выбирает, он остаётся в отношении и ищет возможности при этом быть, ну там, где он хочет, да, либо он выбирает не быть. Копил на Мерседес, накупил жвачек, да, Светлана, в Инстаграме, абсолютно верно, это именно этот пример. Копил на Мерседес, накупил жвачек, супер. Когда человек дуальность прорабатывает, он может выбирать, сколько времени быть, либо в одном полюсе, либо в другом полюсе, либо находить что-то среднее. Например, когда заканчиваются деньги, чувствовать, ну вдруг, да, чувствовать при этом спокойно и опираться на опыт о том, что, ну окей, они сейчас оканчиваются, но завтра вот они будут. Да, не испытывать этот страх и ужас о том, что деньги закончатся и денег не будет. Не испытывать, накупать жвачек, когда копишь на Мерседес. Не кидаться в бой, в зарабатывание денег для того, чтобы потом месяц отлеживаться в депрессии. Да, не, то есть не кидаться из крайности в крайность. Вот это вот то, что делает дуальность. Я вам предложу, опять же, те, кто были, я здесь вижу, ну достаточно людей, в всяком случае, из тех, кто комментировал, кто был уже на КЭСов, кто проходил, кто знает многие практики. Это моя тема во всех сферах, да. Есть в КЭСов, есть практика там, где я даю, мы прорабатываем и ассоциации, и дуальности. Народ, дуальности в КЭСов, те, кто были в КЭСов, а ну-ка быстренько вспоминаем практику, которой мы прорабатывали ассоциацию. Вспомнили? Можно не писать, да, но хотите, напишите. Практика, которой прорабатывалась ассоциация. Этой же практикой вы прорабатываете все дуальности, которые вы находите. Вам отдельно, вот Наталья, не только Наталья была. Наталья, практика, которой прорабатывалась ассоциация. Этим же упражнением мы прорабатываем все дуальности. На один терминал ставится, например, дуальность экономлю-трачу, как вариант. На один терминал ставится экономлю, да, картинка, на второй трачу. Точно эта же самая техника, просто понимать, что на какой терминал ставить. Так, из крайности в крайность моя история, не только в деньгах. Татьяна, если я не ошибаюсь, я боюсь сейчас ошибиться, потому что слишком много уже, сейчас шестой поток будет, и много людей. Но, по-моему, вы тоже были, да. Вот, помните практику. Берете и просто прорабатываете. Вам, даже если я буду делать вот этот вот курс, Аурелия, кстати, тебе ты тоже. Все вот эти крайности, это дуальности. Народ, кто был у меня в Кэссов, вы берете практику, которая прорабатывает. Вам даже там отдельный курс по дуальностям не нужен. Вы берете практику, которым прорабатывали ассоциации. Эта же практика шикарно справляется с дуальностями. Она, на самом деле, изначально была сделана под дуальность, я ее потом адаптировала под ассоциации. И прорабатываете, делаете себе список дуальностей. И прорабатываете, прорабатываете их всех. Есть денег, нет, боюсь, что не будет. Чувствую, там, экономлю, трачу, могу делать, не могу делать. Хочу, не хочу, знаю, не знаю. Занимаюсь, не занимаюсь, трачу на это время, трачу время на подружек, либо на что-то еще. Помните правило? По одной-две максимум в день. И даже если вы в течение месяца проработаете 30-60 дуальностей, люди, поверьте, это настолько развернет. За что вот я люблю этот онлайн-проект кэссов, да? За то, что люди, выйдя из него, могут потом брать эти техники, достаются слушать мои эфиры, делать какие-то практики, находить какие-то затыки. У вас есть инструмент для того, чтобы это брать и прорабатывать. Вам не надо даже дополнительно еще что-то делать и заниматься. Итак, для тех, у кого нет такого инструмента, он чуть слабее, но тоже с этим можно работать, когда вы делаете два стула. Один на одном стуле себя назначаете, себя в состоянии, например, экономлю. Второй стул себя в состоянии трачу. Садитесь на один стул, чувствуете все, что происходит с вами, с вашим телом. Медленно-медленно переходите на второй стул. Чувствуете, что там происходит с вашим телом. Медленно-медленно переходите на первый стул. Вначале медленно переходите, ощущая все, что меняется, все, что меняется в вашем теле. Потом ускоряете, потом ускоряете до такого состояния, чтобы уже прыгать. Упражнение в среднем берет тоже 10-15 минут. Оно не такое глубокое, да, то есть оно не перепрошивает на уровне всех энергетических потоков, как это делается практика в КЭСах, но оно тоже дает определенный результат. А те, кто были, welcome, люди, коллеги, друзья, техника есть, список в дуальности составили. Да, еще раз, эта техника работает с крайностями и дуальностями не только в деньгах. То есть те техники, которые есть, они адаптированы под деньги, но тем не менее вы можете с ними прорабатывать многие другие. Все убеждения, которые нашли, все вторичные выгоды, которые нашли дополнительно, да, все дуальности, которые найдете, welcome, берете и прорабатываете. У вас есть материал, есть инструмент, работающий шикарно, с которым вы можете взаимодействовать. Это, собственно, все, что я хотела сказать вам на сегодня. Делитесь, пожалуйста, эфиром. Мне очень ценно видеть. Я понимаю, насколько ценный и интересный вам материал даю по вашим лайкам, вашим комментариям и вашим репостам. Делитесь, пожалуйста, что-то произошло у меня в Facebook. Не очень понимаю, что. Надеюсь, что возобновится. Делитесь эфиром. С вами была Светлана Горбач, психолог на всю голову, бизнес-психолог. Хорошего вам дня, интересных инсайтов, плодотворной работы и до завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok